Миф четвертый. Марксизм это утопия. Марксисты верят в возможность идеального общества без нужды, страданий, насилия или конфликтов. При коммунизме не будет эгоизма, собственничества, конкуренции или неравенства. Никто не будет выше. Не будет даже преступлений. При социализме уже не будет преступлений. Ведь преступление имеет определенную социально-экономическую подоплеку. А при социализме и тем более при коммунизме будет ликвидирована сама основа для преступности. Маркс, я вообще не помню из того, что я читал, чтобы Маркс где-то говорил, что будет от социализма какой-то переход обратно в капитализм. То есть это уже современная интерпретация после того, как совок обосрался. А нигде у него это не представлено в таком явном виде во всяком случае. То есть у него как раз формационная теория предполагает, что капитализм сменяется социализмом и то, что он описывает, это является объективной реальностью, которая неизбежна. Откуда мы можем это узнать? Ну в частности из предисловия. В первом томе капитала он немецким читателям пишет, что и о тебе идет речь. То есть о тебе Германии идет речь. И у тебя будет то же самое. То есть то, что он описывает в Англии, по примеру Англии, он обещает, что это будет все то же самое в Германии. То есть для него это очевидно. Он нигде не подразумевает, что что-то будет вот как-то не так, вопреки его формационной теории. Опять же, марксизм, он же претендует на научность. То есть наука, то есть это неизбежно, то что должно произойти, это прогнозы. Одной из характерных черт науки является то, что она может давать прогнозы, которые исполняются на основе того, что наблюдаются явления, фиксируются, явления повторяются. Можно какие-то из этого делать выводы, она может прогнозировать более-менее успешно. И вот формационная теория Маркса, диалектика истории, она подразумевает как раз-таки то, что обязательно после капитализма должен быть социализм, а дальше уже коммунизм. Чего там? Игеншин. Импакт. Обратите внимание, что как бы у белых нормальная гетеросексуальная семья, а чернокожие мужчины... Ну ладно, поехали дальше. Работать. Люди будут жить в полной гармонии друг с другом, а поток материальных благ будет не иссякая. Этот изумительно наивный взгляд коренится в простодушной вере в человечность природы человека, а людская порочность просто выносится за скобки. Тот факт, что мы по природе свои эгоистичные... Обратите внимание, картинка, на которой еле-еле видно американский флаг. Да, то есть вам уже на подсознательном уровне хотят подсыпать в мозги определенные ассоциации. Здесь, чем становится затруднительным обвинять его в составлении утопических проектов. В немецкой идеологии он отвергает коммунизм как идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Ну, по сути дела, Маркс не был утопистом. Он как раз-таки сделал качественный переход от утопического социализма в научный. Но это не означает, что учение, которое он построил, не было утопическим по сути. То есть его невозможно было реализовать. И оно не могло реализоваться. У него что, весь ролик из картинок состоит, который он с интернета взял? Идея, что история движется вперед и вверх, чтобы утвердить совершенный идеал, не принадлежит политическим левам. Для просветителей 18 века она была самоочередной банальностью. На раннем и наиболее ярком этапе становления европейского среднего класса эта идея отражала его энергию и уверенность в своих силах, основывавшуюся на том, что набирал силу процесс ограничения деспотизма, наука подрывала позиции суеверия, а мир обращал в бегство войну. И в результате вся человеческая история должна была обрести свое высшее воплощение в государстве свободы, гармонии и коммерческого процветания. Маркс верил в прогресс и цивилизацию, но при этом он понимал, что они как минимум проявляются неотделимо от дикости и невежества. Маркс считал, что по-настоящему увлечь людей могут только те идеи, которые приходят к ним через повседневную жизнь, а не через рассуждения философов. В гражданской войне во Франции Маркс писал, что революционным рабочим предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развелись в недрах старого разрушающегося... Вот, это в пику предыдущему ролику, в котором он говорил, что марксизм не детерминизм. Вот здесь, вот этот тейк, предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развелись в недрах старого разрушающегося буржуазного общества. Это говорит о том, что исторические события, они детерминированы, и рабочим не надо что-либо осуществлять, им просто надо дать простор для того, чтобы они сами осуществили. Все, что нужно, само произойдет. Буржуазного общества. Для Маркса связующим звеном между настоящим и будущим является рабочий класс, уже имеющийся реальности одновременно сила, способная ее преобразовать. При этом как настоящее, так и будущее обеспечиваются ресурсами прошлого, прежде всего в плане наиболее конструктивных политических традиций, за которые надо сражаться, чтобы выжить. Распространено представление у мечтательных идеалистов о эволюционистском взгляде на будущее, которое мыслится просто как расширение настоящего. Подобно нашим правителям, они видят в будущем нечто такое, что лучше настоящего, но в то же время тихо и спокойно его продолжают, а всякие неприятные сюрпризы в нем сведены к минимуму. До недавнего времени этот взгляд был известен под названием «Конец истории». Одна из причин, по которой финансовые рынки перед обрушением бодро росли, состояла в том, что они доверяли модели, предполагавшие, что будущее будет очень похоже на настоящее. Социализм, напротив, представляет собой в определенных отношениях решительный разрыв с настоящим. Для Маркса вся история до сих пор была лишь предыстория, в которой одна разновидность угнетения и эксплуатации человека человеком сменяла другую. Первым по-настоящему историческим актом призван стать прорыв из этой мрачной летописи в собственно человеческую историю. Махровые фантазеры – это как раз те, кто смеется над идеей о возможности масштабных изменений в обществе. Истинным мечтателям следует отнести также тех, кто отрицает, что в любое время может произойти... Ну, масштабные изменения в обществе можно сделать, но в частности, в 93-е годы были же масштабные изменения. По словам этих же товарищей, были. Другое дело, кто сказал, что эти масштабные изменения должны быть в русле марксизма? ...зайти нечто большее, чем постепенные изменения. К примеру, некоторые феодальные идеологи... Опять же, он, с одной стороны, пытается убедить, что какие-то кардинальные масштабные изменения возможны, и их, типа, люди могут сделать, да, окей. Но кто тебе сказал, что это должен быть социализм и марксизм? Почему именно он? Почему не что-то другое? ...будто неестественная экономическая система вроде капитализма может надолго закрепиться. Встречаются также персонажи, настолько убогие и подверженные самообману, что могут верить, будто капитализм, если постараться и дать ему больше времени, приведет мир к изобилию для всех. Но вот я вообще не знаю, что такое капитализм. Я считаю, что его не существует. Это просто пугало, которое придумали социалисты. И если проследить историю самого термина, и то, как он насыщался различными составляющими, да, то мы в этом убедимся. Никакого капитализма не существует. Еще Бизес об этом писал, что коммунисты придумали пугало, которое никогда не существовало. То есть не существует такой идеологии, как капитализм. Не существует даже такого социально-экономического строя, как капитализм. Они не видят, что неравенство является столь же естественной и неотъемлемой характеристикой капитализма, как нарциссизм и мания величия для Голливуда. Главное, что обнаружил Маркс в настоящем... Маркс говорил, что при капитализме рабочий класс будет умножаться в числе и, соответственно, чувствует себя все хуже и хуже. То есть будет обнищание при капитализме. В дальнейшем это все должно было закончиться социальной революцией. При этом капиталисты лишились бы своей собственности еще при капитализме. Это при капитализме происходит национализация, на которую капиталисты якобы идут для того, чтобы спасти то, что у них есть. От беспощадной конкуренции хаотичной, которая якобы присуща капитализму. И потом появляется империалистическое государство, империалистическая война. И вот самый момент, когда можно... То есть монополизация всего, да, и потом война на международной арене. Государства капиталистически воюют между собой. Рабочие восстают, совершают революцию, совершают социальную революцию. Но это уже даже не Маркс, это уже развитие, это уже Ленин развил его идею. Коммунизм это идеология. Нет, смотри, коммунизм, можно сказать, и формация, и капитализм формация, но опять же в рамках социалистической доктрины. Вот так можно сказать. Но есть коммунистическая партия, есть коммунистические лидеры, которые себя называют коммунистами. А вот капиталистических партий почему-то нету. Нету капиталистической философии, нету капиталистических философов. Это смертельное столкновение интересов. Однако, если утопические мыслители при капиталистических партий нету. Так наоборот, не игнорировал. Ну, как раз наоборот, все строил на основе антагонизма между людьми. На основе разделения. От Маркса едва ли найдется хоть несколько слов, поддерживающих столь нелепое обвинение. Некоторые марксисты в ответ... Ну, может, какая-нибудь капиталистическая или типа как пиратская партия. Чисто ради кринжа, может быть, такое существует где-то. Но в качестве правящей партии где-либо, я таких не знаю. Ну, и в качестве идеологии, которая записана в Конституции. На такого рода обвинения заявляют, что если Маркс и не уделял должного внимания человеческой... Вот в Советском Союзе была монополия КПСС на власть. Коммунистическая партия Советского Союза на власть. Она была прописана в Конституции. А вот в Америке не было прописано в Конституции монополия капитализма на власть. Или капиталистической партии на власть. Не было такого в Соединенных Штатах. ...природе, то потому что он не рассматривал всерьез саму эту идею, которая является просто изощренным способом для удержания нас на своих местах. Она внушает, что люди являются ничтожными, безнравственными и своекорыстными созданиями. Что это остается неизменным на протяжении всей истории, что как раз по этой причине любые попытки радикальных перемен обречены... Но это ложь, это не так. ...на самые печальные последствия. Фраза «Вы не можете изменить человеческую природу» является одним из наиболее расхожих возражений революционным политикам. В качестве контраргумента... Ну, человеческую природу действительно невозможно изменить, о чем, собственно, нетрудно убедиться на примере тех же социалистических стран, которые все как один обсираются, пытаясь реализовать свой эксперимент. То есть этот тезис, он доказывается буквально самими же социалистами. И доказывался еще на этапе каких-нибудь общин Оуэна и Огарева. Все эти проекты обосрались. Потому что человеческую природу не изменить. Но это неплохо. Мы можем использовать все лучшее, что у нас есть. Понимаете, человеческая природа, если существует некая природа человека, которую не изменить, а здесь же не значит, что она плохая. В человеке больше хорошего, чем плохого. И реализовывать надо именно хорошее в человеке. А не изменять, отказывать от хорошего. А какой смысл при социализме создавать партию социалистическую, коммунистическую? Зачем? Некоторые марксисты утверждают, что у людей и характеров нет никакого неизменяемого ядра. По их мнению, это наша история. А вовсе не наша природа делает нас такими, какие мы есть. Опять же, при капитализме нет смысла создавать партии капиталистические. Так надо доказать еще, что такое капитализм и что он существует. Это надо еще доказать. Это НКВДшник и буржуй. Самое смешное, что именно так в социалистических странах это и выглядело. То есть масштабы репрессий, которые были в соц. странах, они просто беспрецедентны. Нету никаких аналогов. Нигде абсолютно. Нигде и никогда. Это я уже слышал, по-моему, про Анкап такое. Что Анкап это некая мерила, на которой следует ориентироваться. Идеалы это ориентиры, с которыми мы сверяем путь, а не реальные объекты. Те, кто насмехается над социалистическими идеалами, должны помнить, что идея свободного рынка также никогда не может быть полностью реализована. Однако это не останавливает страхи... Так а свободный рынок это не идея, друг мой. Это просто не идея, это механизм. Это механизм производства и распределения благ. Это не идея. Коммунизм едва ли сможет положить конец человеческим спорам. Зависть, агрессия, доминирование, собственничество и конкуренция все еще будут существовать. Просто они более не смогут проявляться в таких формах, какие принимали при капитализме. Но не из-за некой высшей человеческой добродетели, а в силу изменения институциональности... А это вообще к чему? ...структура общества. Вышеназванные пороки более не смогут выражаться в эксплуатации детского труда, колониальных погромах, чудовищных социальных контрастах и беспощадной экономической конкуренции. В условиях... Ну да, определенно, то, что он сейчас показал фотографии из Индии, это, конечно, да, это иллюстрирует капиталистические отношения. ...этифицированного или искусственного. Люди... Кстати, в Индии сейчас уже миллиард 400 миллионов населения. В этом тоже капитализм виноват, конечно. ...стоит себя не лучшим образом. Недостаток любых важных... Расплодил. ...жизненных средств порождает всевозможные страхи, скупость, жестокость, стремление к подавлению других и смертельный антагонизм. Поэтому можно ожидать, что когда люди обретут возможные... Ну потому что анкап это утопия точно так же, как и коммунизм. Он не учитывает человеческую природу, он не учитывает реалии вообще, исторические факты не учитывает. Так как и коммунизм, то же самое. Я говорю, что в Индии капитализм она развита? Я никогда не говорю, что в Индии капитализм она развита. Индия развивающаяся страна. И уж точно там не свободный рынок. ...материального достатка. Освободившись от всех этих деформирующих воздействий, они будут проявлять себя как существа более нравственные по сравнению с тем, как они ведут себя сейчас. Среди средневековых мыслителей находились такие, кто рассматривал производство прибыли как неестественное и античеловечное. По всей видимости... Но самое смешное, что Фома Аквинский как раз таки сказал, что не все ростовщичество грех. Зачем ему это знать? ...держившие охоты и собирательством, имели столь же туманное представление о возможности какого-либо иного общественного устройства, помимо их собственного. Алан Гринстон, бывший председатель Федеральной резервной системы США, считал, что стремится... ...к так называемым свободным рынком корениться в человеческой природе. Точно так же и те, кто говорит, что социализм противоречит человеческой природе, делают это потому, что в своем безоруком восприятие... Ну, свободно производить и торговать, обмениваться благами действительно характерно для человеческой природы. Вот. То есть, тебе для того, чтобы обменяться с кем-то благом, тебе не обязательно иметь госплан. Тебе не нужно идти к партноменклатуре, чтобы получить разрешение для того, чтобы обменяться с соседом каким-то продуктом. Ну, по логике, да? То есть, это не нужно делать. Это абсолютно лишняя инстанция. ...мира отождествляют эту природу с капитализмом. Если войны, голод и геноцид происходят просто из некой неизменяемой человеческой извращенности, тогда нет ни малейшего основания полагать, что будущее будет хоть сколько-нибудь лучше. Нет, феодализм – это, конечно, не анкап. Если же, напротив, все эти беды хотя бы отчасти обуславливаются несправедливыми общественными системами, для которых отдельные личности порой мало чем отличаются от неодушевленных орудий, тогда правомерно ожидать, что изменение таких систем послужит общему улучшению мира. Утверждение, что социализм сделает всех нас одинаковыми, не имеет обоснований. На самом деле, Маркс считал равенство буржуазной ценностью, рассматривая его как отражение в политической сфере явления, называемого именовой стоимостью... Не, ну тут согласен, да. При социализме есть лишенцы, есть целый класс людей, которые вообще не заслуживают нормальной жизни. То есть социализм, он строит кастовое общество, по большому счету. То есть того соотношения, в котором один товар обменивается на другой. Товар, как он однажды заметил, есть воплощенное равенство, потому что как раз капитализм... Ну я же не могу на анкапов, как бы за анкапов отвечать. Потому что хопа так сказал. Синисоциализм стремится стандартизовать людей. Равенство при социализме не означает, что все мы станем полностью одинаковыми. Не означает оно и того, что каждый будет получать в точности одинаковый объем богатств. Не, ну почему равенство в нищете? При ресурсах. Подлинное равенство означает неравномерное обеспечение всех, но равную заботу об удовлетворении разных потребностей каждого. Для Маркса каждый человек должен иметь равное право на саму реализацию и на активное участие в формировании условий общественной жизни. Каждый человек? Или все-таки буржуи сюда не входят? То есть те, кого буржуи им назовут, он уже все-таки не имеет этого права. ... достигается за счет блокирования возможностей большинства, жизнь которого тем самым обрекается на бесконечное воспроизведение крайне ограниченного набора сценариев. Коммунизм же именно за счет поощрения каждого к развитию его индивидуальных способностей талантов будет несравненно более многослойным, разнообразным и непредсказуемым. Современная эпоха действительно заражена опасной формой утопизма, но имя ей не марксизм. В этом качестве выступает безумная идея, будто единая глобальная система, известная как свободный рынок, способна внедриться в самые различные культуры и экономики и исцелить все их болезни. Поставщиков этой тоталитарной фантазии можно увидеть обедающими в первоклассных ресторанах Вашингтона и прогуливающимися в поместьях Сассекса. В следующем видео мы рассмотрим миф о том, что марксизм якобы... Так, что-то я пропустил. Так, секунду, еще раз. Это коммунизм? Это все коммунисты, что ли? Будет несравненно более... Это не мечта об утопии. Ролик называется «Марксизм – это мечта об утопии». Это миф. Это не мечта, что он сейчас говорит. Это не мечта об утопии. Вы не правы, Рэй Радиус. Вы должны уточнить, что вы имеете в виду. Вы произвольно выписываете из того, что... Вы произвольно выписываете то, что по убеждению большинства является тем, в чем вы ему отказываете быть. Что определяете его как экономическим... Феодализм – это определенная система социально-экономических, политических отношений. Которая складывается... Сложилась в результате определенных событий. Это, опять же, тоже не формация. Потому что, когда был феодализм во Франции, в Англии, в Италии, во Фландрии, в Германии было что-то другое. Но не совсем похоже на то, что было во Франции. Поэтому дело, что феодальные отношения они в целом касались всей Европы. Но в экономическом отношении, в социальном отношении были очень серьезные различия. То есть формация... Если представить ее как некое общее для всех состояние, такой формации точно не существует. Как и, например, в рабовладельческой древности. Вот Маркс, например, считал, что в Египте рабовладение было основой основ. А это не так. Исследования потом доказали, что это не так. И что пирамиды строили в основном свободные крестьяне, которые в определенные сезоны просто заняться было нечем. И они привлекались к работам на строительство этих пирамид. Так. Так.